Доброе утро, мои дорогие друзья, коллеги! Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Скажите, пожалуйста, всё ли отлично, всё ли в порядке по техническим вопросам? Всё, я очень рада, отлично. Итак, ещё раз хотела бы сказать вам всем саламат-баги, что в переводе с малайского языка «доброе-доброе тропическое утро». У нас уже в Малайзии 4 часа, но тем не менее я в таком же солнечном добром настроении, так как, кроме того, у нас ещё в Малайзии сегодня выходной. Я рада с вами, спасибо большое за ваше присутствие, спасибо за ваше время. Мы с вами проведём вебинар, у меня с вами час времени. Я бы сказала, что я бы отметила, что вебинар у нас будет проходить немножечко не в таком стандартном формате, это не семинар, где мы будем с вами разбирать количество номеров, либо же какой вид, из какого окошка и так далее, потому что всё это можно сейчас найти онлайн, сейчас эта информация очень доступна, у нас очень много каталогов электронных, что я вам с удовольствием предоставлю уже в последующем нашем сотрудничестве. Итак, кто я и кто мы? Мы компания DMC, то есть туроператор, находящийся в Колумбуре, в Малайзии. Название нашей компании – Sunflower Holidays. Я думаю, что в комнате присутствуют уже наши партнёры, коллеги, либо же кто ранее присутствовал на наших семинарах, вебинарах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Казахстане, это Алматы, Астана, Ташкент, Бишкек. Мне было бы очень приятно, если бы написали, кто присутствует у нас сейчас на вебинаре, чтобы я могла понимать географию, да, то есть не только Россия, но я буду рада всем коллегам из разных регионов. Очень приятно. Итак, компания Sunflower Holidays. Вообще, что значит DMC? Наверное, я бы хотела отметить, что это Destination Management Company, то есть компания, которая управляет и направляет направление. В данном случае это Малайзия. Sunflower в переводе компания — это солнечный цветок, если дословно переводить с английского языка, ну, либо же подсолнок. Почему выбрано такое название компании? Компания образовалась первоначально, я вам отметить хочу, в 2005 году. И в 2005 году мы одна из пионерских компаний, которая начала развивать и обрабатывать, ну, так скажем, рынки СНГ. И Sunflower — это яркость солнца, а солнце — это непосредственно то, зачем наши дорогие гости приезжают к нам сюда в Азию. За солнышком, за теплом, за морем и за отличными впечатлениями. Итак, вы видите на слайде наши реквизиты. В частности, я выбрала самые, ну, как бы, легко доступные. Это Skype, пожалуйста, мой WhatsApp доступность, Viber, Telegram, электронная почта. И после, конечно же, мы с вами сможем уже в дальнейшем заключить контракт и сделать выгрузку наших тарификаторов. Но это уже попозже. Что у нас сегодня будет в течение нашего вебинара? Мы с вами разберем, в общем-то, особенности направления. Я думаю, что Малайзия для многих — это страна, которую немножко даже побаиваются в том плане, как с ней работать и как ее предлагать. Все очень хорошо знают такие известные чартерные массовые направления в Восточной Азии, как Вьетнам, конечно же, Таиланд. Возможно, можно выделить сейчас хайнань, да, но как работать в Малайзии и, ну, в общем, с чем ее есть и как ее подавать, не совсем как бы понятно. Для этого, пожалуйста, думаю, что этот вебинар будет полезен. Может быть, кто-то найдет для себя что-то новое, кто-либо откроет. Ну, я уверена, что есть такие и будут такие в комнате, которые, может быть, не будут согласны со мной в каких-то аспектах. Но, тем не менее, я надеюсь, что как бы мы с вами проведем качественное и правильное время. Вот это немножечко о себе, о нашей компании. Переходим к кто же мы и откуда мы. Мы находимся в головном офисе компании Sunflower. У Лидейс находится в Колумбуре, и я отвечаю непосредственно с Колумбурского офиса. Так как и у любой компании, которая является туроператорской, не агентской компанией, конечно же, есть бранча на островах, где больше сидят именно обслуживающие технические офисы, а все продажи общения идут через Колумбурский офис. То есть мы находимся в Куала-Лумбуре. Я немножечко хочу сделать такое лирическое оступление и проиграть видеоролик коммерческий, который, на мой взгляд, является такой знаковый. И вы погрузитесь со мной в нашу невероятную солнечную страну, и мы с вами продолжим. Итак, давайте с вами уделим 1 минуту 40 секунд на этот ролик. Я включаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, еще раз всем добрый день. Очень приятно, что вы с нами. Скажите, пожалуйста, я думаю, что многие из вас перекочевали с семинара, который проводил мой коллега Александр, представитель Министерства по туризму московского. Я постараюсь не повторяться, я постараюсь сдать больше информации, так как, конечно же, за один час осветить такое огромное направление, как Малайзия, ну это практически, я бы сказала, даже невозможно. Если бы мы сегментировали и выделяли, то, возможно, я бы дала более такую развернутую информацию, но я постараюсь, очень постараюсь, чтобы у всех у вас осталась любовь к нашему направлению, желание продавать, желание посетить, желание продвигать, и точно так же ее любить, так как делаем это мы. Вот. Ну, кто же я? То есть и откуда? Я представитель компании Sunflower Coliteis, непосредственно представляю русскоговорящий рынок, и немножечко я бы хотела рассказать о менеджменте нашей компании. Менеджмент компании и генеральный директор Мисс Минт Льонг, она неоднократно со мной присутствует на выставках, это и московский, и казахстанский, и узбекистанская выставка, ряд семинаров, вот, так что этот рынок для нее очень любим и очень развиваемый, несмотря на то, что у нас присутствуют достаточно другие направления. Что я хочу сказать? То есть многие компании DMC в Малайзии, которые работают только на русский рынок, и в компании присутствуют только русскоговорящие сотрудники. То есть, конечно же, это и плюс, но в то же время я хочу сказать, что это не всегда так широкомасштабно и правильно. В том плане, что когда ты работаешь в совокупности с местными, с различными другими рынками, то это дает возможность более рационально и более масштабно предоставлять вам выбор базовой системы и выбор отелей, что и, конечно же, огромный плюс нашей компании. То есть мы один из самых крупнейших туроператоров, которые работают и на китайский рынок точно так же, что позволяет нам оперировать группами от 3 до 10 тысяч одновременно, единоразово. Соответственно, имея огромный поток, огромную базу, мы имеем право полностью сказать, что наши цены, они прекрасны. В том плане, если сравнить с другими компаниями, конечно же, да, цена, она не будет сильно отличаться, но тем не менее, благодаря тому, что у нас есть поток, у нас есть объемы, у нас есть базовые отели, наши цены очень стабильные, и мы имеем, так скажем, контрактные цены до сих пор с очень многими сезонными отелями, но об этом немножечко позже. Мы будем разбирать с вами ценовую политику в Малайзии. Кто я? Меня зовут Нина Айсабакеева Нина, директор по продажам рынка СНГ. Я сама с Казахстана, с Алматы. Всем еще раз добрый день. Я буду рада с вами работать, дружить, сотрудничать, непосредственно общаться и меняться опытом. Похвалили себя, похвалили компанию, конечно же. Ну а теперь переходим, наверное, к тематике контейнта нашего с вами вебинара. Я бы хотела отметить первоначально программу «Визит Малайзия-2020». Мой коллега затрагивал вкратце о том, что грядет, наступает этот большой, так скажем, проект «Визит Малайзия». То есть что будет, что мы ожидаем в следующем году на самом деле? Ожидаем, во-первых, конечно же, увеличение потока туристов. Но не только за счет того, что будут провозиться какие-то маркетинговые компании, какие-то презентации по всем регионам СНГ. Но в то же время внутри страны будут проходить очень многие динамические программы по снижению цен, будут проходить бесплатные концерты, будут огромные вливания в различные инфраструктурные зоны. То есть это огромная возможность посетить страну за меньшие деньги, но в то же время увидеть очень много, когда в какой-то другой год вам нужно будет дополнительно за это платить. Ну, то есть это бесплатные концерты в каждом шоппинг-моле, это различные выставочные программы, это, опять-таки, очень хорошие программы на перелеты, это отели, которые будут и уже, кстати, дают очень хорошие тарификаторы акций ранних продаж, именно привязанные к визиту «Малайзия-2020». И даже к этому визиту приурочен проект, впервые санкт-петербургский балетный состав «Спящая красавица» будет представлен у нас здесь в Малайзии, что очень приятно для меня и для всех, кто здесь находится со стран СНГ, для того, чтобы посетить, ну, то есть, соответственно, очень многие приедут к нам, в Малайзию, с юго-восточных стран. Конечно же, будет очень много программ сделано для того, чтобы одновременно посетить балет, это будут около четырех шоу, но для вас, конечно же, понятно, что это не так в диковинку, как для тех, кто находится в Юго-Восточной Азии, но, опять-таки, это очень-очень большой шаг в содружестве между государствами, между Малайзией и Россией. Итак, вот такой вот логотип был выбран и представляет визит Малайзию, настоящую Азию. И вообще, конечно же, нужно отметить то, что, наверное, многие слышали, да, «Malaysia truly Asia», да, то есть это, ну, то есть очень такое знаковое выражение, «Малайзия – настоящая Азия». Это, на самом деле, так, посетив Малайзию, только тогда вы можете понять именно сердце настоящей Азии. И вот такой вот яркий логотип, очень много было, конечно, комментариев со стороны работников туризма и индустрии, но, тем не менее, остановились на этом, и вы видите вот такой вот яркий-яркий знак, то есть он присутствует на всех баннерах, да, на всех выгрузках о Малайзии. Почему? Потому что придет вот такой вот проект. Это тукан, вы видите птичку, на самом деле, «Hornbill», либо же тукан – это визитная карточка страны, их около 14 видов, этой птички. В Малайзии у них очень большой такой сильный клюв, но на самом деле она не такая страшная, как она выглядит, она есть на каждом острове практически. Очень много туристы кормят эту птичку папайей, как ни странно, эта птичка не хищит, несмотря на ее такие большие размеры. Я бы хотела разобрать немножко о цветах. Очень все привязано к батику, да, то есть национальная одежда в Малайзии – это батик, то есть это вручную нарисованный на материале вот такой вот колор. Вы видите киписку цветок – это символ Малайзии, это национальный цветок Малайзии. Вы видите вот такой вот хвостик – это, конечно же, в переводе по кейс – это, можно сказать, овощ, который присутствует, пряность во всех блюдах Малайзии. И, конечно же, цвета, которые представляют национальный флаг Малайзии. Цветок называется гибискус, либо же чайная роза, что является символом Малайзии. Мы дальше будем разбирать герб Малайзии, и мы еще раз это увидим. Но это немножечко о этой программе, поэтому я настоятельно рекомендую понаблюдать за нашим направлением, понаблюдать за ценовой политикой и к привязыванию этого контента вы сможете все-таки убедиться, что Малайзия – это не самое дорогое направление по Юго-Источной Азии, и мы будем делать все, чтобы оно было более доступным. Ну, о стране, я думаю, что кто присутствовал в семинаре моего коллеги, я немножечко, в общем, расскажу о том, что, конечно же, Малайзия – это многонациональное, многопрофильное религиозное государство. Мы находимся, то есть очень выгодно вообще по Юго-Источному бассейну. Климат у нас экваториальный, то есть вы, посетив Малайзию, можете сказать, да, я был на экваторе. На самом деле, Куал-Умпур находится всего лишь 147 километров севернее экватора. Это буквально можно точно так же увидеть и в градусах. Население государства – около 32 миллионов, но это очень маленькое для количества проживающих, для такой вот как бы азиатской страны, для островного государства. В сравнении Таиланда – около 90 миллионов, ну, конечно же, Индонезия – где-то 250 миллионов. Язык – это официальный малайский, ну, я бы сказала, что это два государственных языка, официальный малайский и английский. Точно так же разговаривают на китайском языке, распространённые на речи – это мандарин, покин, кентонез и индийский диалект – это тамильский язык. То есть, вы знаете, у нас в стране, наверное, все разговаривают на четырёх языках. У нас даже есть анекдот, когда спрашивают, вы где-либо видели уборщицу, которая может разговаривать на четырёх языках. Можете сказать с уверенностью, да, в Малайзии, которая будет разговаривать, скорее всего, в малайском, английском, возможно, в китайском и тамильском на речи. Время нас опережает с Москвой на плюс 5 часов, что, в принципе, очень легко адаптируется для наших туристов, для наших клиентов, потому что в плюс всегда адаптируется легче и гораздо легче, чем в минус. Про религию мы будем немножечко дальше также с вами разбирать. Официальная религия – это ислам, но это не такой ортодоксальный, глубокий ислам, которому, допустим, вы привыкли слышать. И очень часто у меня спрашивают, Нина, почему вы не одеты так, а почему, ну, как бы мы видим, это гости, да, то есть закрытые, то есть почему они так одеты? На самом деле это только туристы, которые приезжают с Блешнего Востока, которых очень много именно в летний период, и местные так не одеваются, максимально прорывают голову платком. То есть я хочу сказать, что это комфортная страна для туристов со всех стран, и поэтому здесь такое количество туристов и из Китая, и из Индии, и из Европы, да, то есть потому что это колонизация голландская, английская, последняя колонизация, в которой каждый находит именно своё. Поэтому, несмотря на то, что это государство, разведлений, очень многое, что даёт вот такой вот колорит и особенность стране. Экономика, конечно же, на очень высоком уровне, да, то есть прилетая к нам в международный аэропорт, уже можно увидеть и понять масштабы страны. То есть, конечно же, номер один в мире и по Юго-Восточной Азии вообще в мире аэропорт это Чаги и Сингапурский аэропорт, но я уверяю, что полумпурский аэропорт точно так же не оставит никого равнодушным. Но, конечно же, очень часто мои партнёры и агенты доживаются о том, что он такой вот сложный, непонятный, он просто очень большой, потому что Куан-Упур – это хаб, это единственный путь, да, по разветвлению самому удобному и в Астралии, и в Новозеландию, и Индонезии. И, конечно же, да, операционная система аэропорта достаточно как бы сложная, в том плане то, что у нас, я говорю о международном КЛА, это первом аэропорту, куда прилетают практически все международные рейсы. То есть, наверное, нужно сказать о том, что, конечно, у нас есть памятки, которые вплоть до того, куда пройти по какой-то табличке всё это разработано и переведено на русский язык, что я вам с удовольствием предоставлю, но нужно, конечно же, заранее предупреждать ваших гостей о том, что у нас есть монорельс, то есть либо же поезд, грубо говоря, который соединяет здание прилёта с зданием обслуживания туристов. То есть и этот поезд, он один единственный, одна единственная остановка, это ровно пять минут, протяжённость около четырёх километров между этими двумя зданиями. Отлично, не запутались, я очень рада, прекрасно это слышит. Просто, знаете, одна, что, да, то есть был такой случай, Рождество отправили туристов, туристы у нас были с СНГ, летели узбекскими авиалиниями, наши гиды, как правило, провожают в зону вылета, это пятый этаж, зона вылета, подводят к стоечке туриста, отправляют, регистрируют и отправляют непосредственно к городам международного вылета. И тут у меня звонит телефон, и мой поезд говорит, Нина, здравствуйте, вы знаете, а у меня, наверное, проблемка. Я говорю, что случилось? Я говорю, по времени самолёт должен был уже взлетать. Вы знаете, я сел на поезд, но я вижу башни-близнецы. На самом деле, конечно же, это было для... Сейчас я это вспоминаю, конечно же, с улыбкой, но на самом деле, да, он сел не на тот поезд, и приехал в город Куалу-Пур, он сел на скоростной поезд и приехал в город. Так вот, да, то есть был и такой случай, конечно, он, наверное, единичный за 15 лет моей работы в стране. И, конечно же, да, то есть обязательно об этом предупреждайте туристов. Вот, это немножечко такое отступление о нашем международном аэропорту. Дальше переходим, да. Малайзийский флаг. Немножечко о политическом и территориальном образовании, чтобы сложилась у вас картинка. Вот он наш национальный цветок, гипискус. Почему национальный цветок? У этого цветка ровно 5 лепестков. Он есть и на монетке, и на гербе. А что такое 5 лепестков? Это 5 национальных принципов в стране, которые прописаны практически везде, как у нас раньше правило в дневнике. То есть также и каждый малазиец должен знать руку не гора. То есть они прописаны ниже. То есть, конечно же, так как это многоциональная страна, конечно, в первую очередь здесь стоит религия. Вера в Бога — это, наверное, самое главное и самое важное. Когда он нас встречает, да, люди, первое, когда он нас спрашивает, а вы покушали? То есть этот вопрос задаст вам каждый малазиец. В первую очередь его будет волновать от своей радушности, гостеприимства, покушали вы. А затем, конечно же, вера в Бога. Преданность королю и стране, верховенство Конституции, подчинение законам, мораль и нравственные принципы. И наш флаг Малайзии. Вы видите, наш федеративный флаг, очень много и часто туристы у меня спрашивают, это американский флаг. Почему у вас висит американский флаг? На самом деле нет, это случайная схожесть, и нет никакой параллели между этим. У каждого штата в Малайзии есть свой флаг, у каждого штата есть отделение в Конституции. Так вот, это общий федеративный флаг. В Малайзии 13 штатов, федеративная территория Колумбур, то есть 14 полос мы с вами видим, красно-белый цвет. А красный цвет развития нации, прогресс, белый цвет, это единство, единение, этнический групп, религии. Голубой цвет — это мир над головой. И полумесяц и звезда — это о том, что основная религия — ислам. Дальше передвигаемся с вами. Как выглядит герб Малайзии? То есть национальный герб Малайзии, полумесяц и звезда — это опять-таки исламская страна, тигры, закрывающие нашу страну и защищающие, говорящие о экономическом союзе восточной стране — это Малайзия, Южная Корея и Япония. Основные доли экономики. Почему я остановилась над этим? Почему я решила включить слайд? О том, что всё-таки туризм — это не основная доля экономики, хотя предоставщая и сейчас выделяющая как отдельный сегмент. То есть первое место в мире всё-таки в Малайзии — это добыча каучука. Это же, конечно же, нужно выделить пальмовое масло плантации, которое вы увидите при земле из самолёта, очень красивые. Это картинка, которая тоже знаковая. Когда вы летите, такими террасовыми растут пальмы, у меня очень часто спрашивают, ну почему такие красивые пальмы? Вот как раз-таки это и растёт пальмовое масло, пальмовая плантация. Кибискус — основной цветок. И вы точно так же видите знаки морских плантелей, говорящие о том, что самые большие порты по Игосточной Азии — это Малайзия и когда-то Сикапур, как островная часть Малайзии, которая получила независимость в 65-м году от Малайзии. Мы немножечко с вами разобрали о слайдах. У вас будет, дорогие коллеги, возможность сгрузить эту презентацию в онлайн. Она будет в доступе. И, пожалуйста, я буду рада, если вы будете её показывать своим туристам, пересылать, чтобы была информативность о нашей стране. Дальше. Какие деньги в Малайзии? Какая валюта? Рингит — малайзийский доллар, либо же рингит. У меня часто говорят, ну хорошо, рентген, я запомнила, рингит. Так вот часто, очень часто мне туристы звонят, Нина, почему всё так дорого? На ценниках везде стоит доллар. На самом деле, так же, как и сингапурский, американский доллар, местную валюту называют малайзийский рингит. 100 рингит — это самая крупная национальная валюта, но я бы хотела отметить, что курс более или менее практически всегда стабильный, и поэтому нам даёт это сфоркастировать и делать продажи уже, допустим, на следующий год. У нас уже есть бронирование на август 2020 года. То есть мы можем заводить тарифы вперёд, почему? Потому что стабильность экономическая и политическая, ну то есть система даёт возможность заводить и выставлять цены заблаговременно вперёд. Вот, дальше мы идём с вами. Ну, конечно же, я бы хотела отметить об управлении страны. Государство в Малайзии — это конституционная монархия демократического плана. Во главе государства у нас стоит премьер-министр, конечно, управляет страной либо же правит законы, премьер-министр. Итак, вы видите доктор Махадыр Бин Мухаммад. Это наш седьмой премьер-министр. И, конечно же, нужно отметить, что это самый старый управленец в мире, который попал в книгу рекордов Кинеса нашему премьер-министру 94 года. Я вам скажу, в полном здравии у меня. Это большое политическое лицо. И он управлял уже государством 22 года. Он был четвёртым премьер-министром. И сейчас был такой вековый переломный политический момент. И он вышел снова управлять государством. Король. Это наш шестнадцатый король в стране. Король — это символ государства. Откуда же это всё взялось? Последняя колонизация страны — это английская колония, которая была самым большим периодом управления страной. Так вот, 31 августа 1957 года страна получила независимость. Поэтому, конечно же, полностью то, что вы видите, Англия спроецированная на Малайзию. Мы будем продвигаться дальше. Сезонность, погода. Я буду в нашем вебинаре разбирать более зимние направления. То есть то, что нам сейчас важно, то, что я бы хотела сделать акцент. То есть всё, что находится... Очень просто. Всё, что находится с индийской стороны, то есть это с Андамасского моря, Индийский океан, это продаваемые зимние направления, где самый пик сезона. Всё, что находится с восточной стороны, это Южно-Китайское море и Тихий океан, это летние направления. Сезон туда подходит уже к концу. И на самом деле 25 октября очень многое количество островов, таких как Тиаман, Ритан, Перхинтиан, Лангденга будут не купабельны и не рекомендуемы. Многие отели уже закрываются. Конечно же, Собака-Саравак – это штаты, остров Борнео, северная часть Алимонтана. Вот мы вот как раз-таки видим, да, штат Собак. Там сезон круглогодичный, я ребятам вам говорю, что туда отправлять можно всегда. То есть я хочу сказать, что в Малайзии погода ровная, то есть это круглогодичное направление. У нас нет такой ярко выраженной сезонности дождей, количества осадков, как в Таиланде, либо же во Вьетнаме. Почему? Потому что мы экваториальная страна, и на самом деле представьте, что у нас не движется время, то есть каждый день в 7.20 восход сонтов, в 7.10 заход сонтов. Ровно 12 часов. Не движется погода. Погода 32, но как мы между собой ее называем, плюс-минус 2. 32 плюс-минус 2. Запомните. И то есть меньше, чем 28, в ночь погода не опускается. Поэтому благодаря тому, что у нас есть два океана, это индийский и тихий океан, то есть у нас страна круглогодичная. Отдыхать у нас можно круглый год всегда, но, к сожалению, стереотипность такова, что многие думают, что к нам нужно лететь только зимой. Нет, еще раз нет. У нас очень много туристов посещают Юго-Восточное море в летний период, но, конечно же, больше, более поточный сезон это все-таки зимний. Дальше. Ну, конечно же, мы с вами осмотрим Куалумпор, остров Лангкари, как самое популярное направление, остров Пинанг, один из самых замечательных островов. Я очень рекомендую включать ваши программы «Затронем собак и сарабак». Я скажу о том, что у нас будет розыгрыш, то есть тот, кто меня будет слушать внимательно, у нас будет... Я задам вопрос в конце нашего семи-вебинара, и мы будем разыгрывать путевочку в Малайзию. Так что я буду очень рада всем тем, кто меня дослушает и все-таки выиграет путевку. Я буду рада приветствовать у нас здесь, в нашей лучшей, замечательной стране. Так, Куалумпор, конечно же, нужно отметить, да, конечно, это неофициальная столица Малайзии, но основной прилет, куда прилетают международные рейсы. Две-три ночи в Куалумпоре, либо до, либо после островов, обязательно нужно сделать. Почему? Потому что очень часто, к сожалению, у меня туристы просят, «Нина, а можно отменить, можно перенести, можно сократить нам остров». Но, как вы знаете, благодаря тому, что очень многие отели сейчас практикуют раннее бронирование, неотменные тарификаторы. То есть Малайзия – это одна из тех стран, которая, как бы, перешла на этот контент, тарифов, динамические тарифы. И так как чаще всего мы даем очень хорошее предложение до 50% скидки на пятисвездочные отели, конечно, изменить что-то будет очень сложно. И туристы очень часто негодуют. И, конечно, я всегда говорю, не расстраивайтесь, это повод для того, чтобы приехать к нам снова, второй, третий раз. Вы знаете, у меня были туристы из Казахстана, которые приезжали ко мне в семь раз, ребята. Это говорят о том, что у нас 32 острова, которые можно посещать, комбинировать, делать различные программы. И я вас уверяю, каждый остров в результате того, что это разно-этническая группа, разно-океан, он абсолютно не похож ни по своему колориту, ни под кухней, и оставляет неизгладимое впечатление. Я хочу отметить о том, что виза, виза, чаще всего, как бы этот вопрос, да, спрашивают. Малайзия безвизовая страна. То есть нет абсолютно никакой визы. То есть если кто-то говорит, а вам по прилету ее ставить? Нет, по прилету вы ничего не получаете. Вы прилетаете в аэропорт. Сейчас очень все модифицировано. То есть у нас нет никаких иммиграционных карт, что есть до сих пор и во Вьетнаме, и в Таиланде, и в Сингапуре, и в Малайзии. Нет иммиграционных карт. Это все онлайн. То есть вы прилетаете, подаете свой паспорт иммиграционному офицеру. Может быть, вас попросят снять отпечатки пальцев, а может быть и нет. То есть в зависимости от настроения офицера вам ставят штампик о прибытии в страну, и все. То есть это очень просто. И, пожалуйста, как бы на этот счет просто отметьте себе, что абсолютно спокойно. И те туристы, которые не говорят по-английски, не нужно заранее им заполнять какие-то карты и либо заморачиваться на этот счет. Вот, в Кулакуре. Давайте, наверное, посмотрим, что все-таки посмотреть. То есть экскурсионная программа очень обширная. На 2-3 дня посмотреть самое главное все-таки не получится. Но отмечу то, что для любителей это, наверное, самая зеленая столица всей Юго-Восточной Азии. Легкие Юго-Восточные Азии. Такое количество, ну так скажем, тропических деревьев. Это самый древний лес мира, сохраненный на территории Куалунпура, острова Лавангкави и вообще Малайзского полуострова. Так у нас есть самый большой в мире крытый парк птиц. Около 3 тысячи видов птиц для любителей. И благодаря тому, что все-таки мы не Сингапур, у нас очень доступны билеты, входные билеты на все эти аттракционы. Парк Бабачи, конечно же, парк Орхидей. Несмотря на то, что вы знаете, в Малайзии около 200 видов Орхидей. Я не ошиблась, 200, но тем не менее, Малайзия себя не считает. Сингапур считает себя страной и столицей Орхидеи. Это по праву тоже заслуженно и за счет количества парков с Орхидеями. Для Малайзии Орхидея это, конечно же, обычный цветок, несмотря на то, что он красивый, но посетить парк Орхидеи очень рекомендую в Куалунпуре настоятельно. Конечно же, парк гибискусов, о том, что гибискус это национальный цветок, я вам уже сказала, ну и, конечно же, в каких вариациях мы его готовим, мы добавляем его в салат, делаем шампуни, делаем прекрасные ополаски, вылетели, то есть это вот как бы семь лет один цвет цветок, да, и, конечно же, символ цвет страны. Пригород это час езды от Куалукура шёл светлячков, единственное в мире количество светлячков это есть в Бразилии и в Малайзии, когда вы едете, невероятно, местные думают, что это переселение душ, может быть, это где-то и так, да, светлячок очень маленький и около миллиона светлячков, это как ёлка зажжённая светится. Для детей это просто невероятно, что говорить о взрослых, я провожу эти экскурсии с удовольствием тысячи раз и каждый раз это всегда замирание сердца. Это заповедник слонов, полтора часа езды от Куалукура, где можно просто сесть на слона, упасть в воду и он с вами принимает душ, покормить с бутылочки маленького слонёнка, ну, то есть, это неотъемлемая часть положительных эмоций. Зоопарк, он очень большой зоопарк, сравнимый с сегапурским зоопарком, он очень чистый, я вам скажу, очень оборудованный, есть электрические поезда по территории зоопарка, потому что он очень большой, даже есть панда. Вот, это, конечно, то, что нужно выделить. Что особенного и что нужно сделать с такой акцент, Малайзия, она приемлема и рекомендуема для отдыха с детьми, потому что, к сожалению, ну, очень часто как с детьми, с маленькими детьми, а питание, а что, то есть, да, мы поедем лучше в Европу, то есть, в Азии с детьми не совсем комфортно, нет, это миф о том, что с тяжело с детьми, абсолютно это не так, огромное количество развлечений, самое главное, конечно же, нужно выделить о том, что у нас есть Леголенд, не каждая страна Юго-Азии имеет Леголенд, парки развлечений в Кула-Лумпуре, их огромное количество, от шоппинг-молов, где можно просто оставить своего ребенка, вот, вот, типа такого парка, обезжает там спор и просто пойти на шоппинг, где за ним присмотрят, заплатив абсолютно минимальные денежки, около доллара за час, то есть, и поэтому, конечно же, рекомендуйте, рекомендуйте ехать с детьми. Вот, пожалуйста, парк Санвейлогон, он находится в 20 минутах от Кула-Лумпура, это огромный комплекс, его еще называют комплекс сфикса, потому что там иконовый такой сфик стоит на входе, шоппинг-мола, это сейчас уже три отеля Санвейлогон пятизвездочный, Санвейлогон пирамид 4 звезды, Санвейк Лил 3 звезды, то есть, жиляв в отеле, вы имеете прямой доступ к огромнейшему парку, это пять тематических парков за целый день, я иногда говорю, что не покупайте с вами дорогой билет, почему, потому что обойти его с 10 до 6 вечера иногда не получится, иногда просто жалко денег, поэтому, если вы находитесь две ночи, можно просто разбить, посетить, допустим, две зоны, там есть и зоопарк, есть и живой парк, аквапарк, и 3D парк, поэтому, конечно же, посетить его просто нужно и обязательно, я еще раз делаю акцент на то, что с детками, вы можете просто отправить, с нами, с кидами в кидзанию, то есть, это новое направление, да, которое, то есть, где дети могут, они как бы, конечно же, это игра, но это определено, они могут быть и докторами, и продавцами, и банкирами, да, поделена на групповую зону, конечно же, нет русскоговорящих, да, но, есть наши сотрудники, которые всегда об этом могут проассистировать, и устроить для ваших деток, называемый отдых. Про Куал-Лумпур я бы хотела выделить, где жить, самый часто задаваемый вопрос от агентов, да, Нина, ну где, все-таки около ваших близнецов, либо же на Туристской улице. Малайзия очень любит сокращения, это уже знают все, да, Куал-Лумпур сокращенно мы называем Киэл, то есть аэропорт Киэлла, Куал-Лумпурский Интернешнл, аэропорт, и также и город, да, мы называем Киэл-Сиси, это Куал-Лумпурский сити-центр, где же находятся башни-близнецы, либо же Букит-Бинтан, Би-Би, Киэлл, это туристская улица Букит-Бинтан, где сосредоточены ночные развлечения, огромная сеть шопинг-моллов, Букит переводится, Букит-Бинтан вообще с малайского перевести «звездный холм». Почему это такое название? Потому что там расположены, ну, то есть в ряд пятизвездочных отелей, это Мариотт, это Рискарлтон, это Павильон, это Баньян-Три, то есть и, соответственно, как бы инфраструктура очень-очень развитая. Либо же Киэл-Сиси, Би-Би, Киэл-Сиси, это как раз-таки переход между двумя этими районами. Все это очень рядышком, но я бы хотела сказать вам так, на любителя. То есть если у вас турист любит такое парки, зелень, тихо отдохнуть в очень развитом, красивом районе, то это район ваших близнецов. Но после 10 часов, так как это более административный район, конечно же, там более-менее все затихает, и люди потихонечку перетекают в район Букит-Бинта на торговую улицу. Если у вас активные туристы, даже с детками, которые хотят пошопиться до 12 часов ночи, погулять, покушать, уличной еды, ресторанов, выпить, очень много баров, кафе, ресторанов, то, пожалуйста, Букит-Бинтан. Есть выбор от 3 до 5 и в районе башен-близнецов и Букит-Бинтана. То есть сейчас отельная база, то есть если раньше мы рекомендовали всего несколько отелей, то, конечно же, такое количество отелей в этих районах города, то есть есть от минимального, минимальный, я вам скажу, напротив башен-близнецов отель Корус, который представляет 56 долларов через дорогу от башен-близнецов. Ну, конечно же, рядом с башнями, это, конечно же, отель Гранд Хаят и Мандерин Ориентал. А в районе Туристской улицы от Рискарлтона до Баньян-3. Мы немножечко с вами заденем все-таки отельную базу. Я буду вкратце говорить о преимуществах отелей. Я убрала со слайдов о номерах, о видах, о типах, потому что, конечно же, в час уложиться практически невозможно. Сегмент лакшери в районе башен-близнецов там новые отели Four Season, W Hotel, Мандьян-3, это новые пятизвездочные высотные отели, которые построены и открыты в этом году. Это сегмент лакшери, где ценовая политика от 170 долларов до 250 долларов. Отель Grand Hyatt Колумбур, он точно так же в районе башен-близнецов, но, на мой взгляд, конечно же, это больше бизнес и майс-отель. Дорогие мои, на вопросы я смогу вам ответить в конце нашего вебинара, буквально, выберем, да, самые такие важные вопросы, я постараюсь на них ответить. Экваториал-отель, новый отель, построенный, открывшийся в апреле. Это кто-либо уже продавал Малайзи на протяжении 10 лет, он знает, что это бывший отель, да, его полностью взорвали, можно так сказать, и полностью перестроили. Огромный пятизвездочный отель. К сожалению, сейчас в эксплуатации всего лишь 100 номеров, но он предоставляет прекрасную цену. 123 доллара для расположения в этой части города рядом с башними Близнецами и Кирпентаном за прекрасные новые номера 43 квадрата, то есть обратите на него внимание и смело предлагайте вашим гостям. Я буду, опять-таки, говорить о новинках. Павильон-отель прилегает в шоппинг-молу павильон. Открылся в этом году, номера идут уровня сьютов и выше, имеют прекрасную, конечно же, инфраструктуру. Почему? Потому что имеет переход в Сан-Шопьемол на улицу Кирпентан. Ценовая политика по раннему бронированию точно так же от 120 долларов, а сейчас за 104 доллара. Отель Интерконтинентал, я выделяю его как основной наш базовый отель. Почему? Потому что мы его продаем со времен, когда он был еще отелем Ника. То есть, соответственно, мы очень хорошо рекомендуем и грузим туда наших русскоговорящих, почему? Потому что прекрасная цена 92 доллара за качество брендового отеля с прекрасными завтраками, где от красной икры, рыбы и до башни безнецов две минуты пешком. Я выделяю те отели, которые мы часто предлагаем в наших пакетах и часто рекомендуем. Я гарантирую, что вы не переплатите и вы получите отличный цвет. Отель Дабл-3 по Хилтону я хочу отметить только одно, то, что да, во международной сети Дабл-3 это 4 звезды и в Москве он тоже представлен как 4 звезды, но в Малайзии это 5-звездочный отель прекрасный, где вы получите горячие вкусные печенья при заселении и на ночь вам подадут горячее молоко. То есть, прекрасный отель точно так же прилегает к шоппинг-молу Интермарк до башен близнецов пешком 5 минут. Я буквально, да, то есть, отель Джи Дабл-и-Мэриет, ну, здесь что сказать о том, что это прекрасный новый отреновированный отель, нет, отель старый, но он отреновировал полностью от номеров, лобби, ресторанные зоны, то есть, сейчас вы можете продавать именно как новый отель, это на улице Буки-Пентан, отель Джи Дабл-и-Мэриет и Ридс-Карлтон в Малайзии, они недорогие. То есть, конечно же, если сравнить, я бы даже сравнила с Бангкоком, да, то, что у нас отельная база дает очень хорошие цены, то есть, оба эти отеля предоставили годовую скидочную систему, то есть, это идет от 125 долларов в сутки за номер. Я бы хотела обратить внимание отель Ройл Чулан, он находится в центре города, базовый наш отель, пятизвездочный, прекрасный, имеет бассейн с минеральной водой и единственный отель, который имеет балконы. То есть, я задалась этим вопросом, потому что у меня были туристы, которые поделились балконами. К сожалению, единственный отель в Коммукуре невысотный предоставляет размещение с типом балконов. Идет от 70 долларов в сутки и выше. Берджай Таймс Куэр, базовый четырехзвездочный отель, который от 65 долларов. Хотел Моджестик это для тех туристов, кто желает проживать там, где жили англичане. Это на самом деле так, историческое крыло, которому около то есть 150 лет и кто желает разместиться в таком ну как бы так скажем колониальном стиле, то пожалуйста. Отель дает очень хорошую цену от 140 долларов в сутки. Я буду двигаться очень быстро, да, почему? Потому что я бы хотела все-таки обратить внимание на то, что я считаю важным. Отель Лексус Хайбискос находится в городе Порт-Дикса. Это час езды от Кулумпура либо 15 минут 20 минут от аэропорта. Вы знаете, да, там можно купаться. Для тех туристов, кто стыкуется и не хочет в Кулумпур, пожалуйста, предлагайте. Это отель, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. С аэропорта самолета летишь, это целый остров, это Пальма. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса как отель с самым большим количеством бассейнов номеров. Почему? Потому что в каждом номере есть свой бассейн. Это виллы, но дает прекрасную стоимость от 200 долларов за виллу находящуюся на воде. То есть, и, пожалуйста, обратите и предлагайте. Отель Авани это прототип отеля, который мы с вами видим. Он немножко старее. Также в районе аэропорта в виде пальмовой ветки дает от 120 долларов за виллу. Опять-таки, для тех туристов, кто по стыковочным причинам должен находиться в Кулумпуре одну-две ночи, но не хочет ехать в город далеко от аэропорта, пожалуйста, 20 минут от аэропорта вы продлите себе купальную часть, потому что мы видим здесь вот как раз-таки вот видите, там есть пляж, там можно купаться. Да, конечно, это не лазурная вода, но тем не менее купабельная и мы его тоже предлагаем в наших сценах. Почему? Потому что не все агентства, которые работают с русскоговорящим рынком, имеют доступ к этим отелям и предлагают его вам. Конечно же, Малайзия это фрукты, экзотика, то, что нужно набираться витаминами, а так как я вам сказала, что у нас страна круглоголичная, это говорит о том, что у нас фрукты и всегда. Вот как раз-таки слайды, да, дурьян фест, как мы называем, да, у меня туристы иногда изъявляют желание вот на улицах вот такие кафешки, когда гости могут просто сесть, покушать, одеть перчатки, сами его открыть, покушать и дальше пойти. Но на любителя, ребята. Идем дальше. Конечно же, нужно обратить внимание к компу Экспиренсу. Мы предоставляем вот такой вот это по-малайски отдых в семье, либо же в деревне, где вы можете посадить рис, на рисовом поле. Это больше для такого ивентно-событийного туризма, что мы можем сделать для ваших ну как бы инцентив-групп, где вы можете пожить среди местных, в деревне, где вы можете поиграть в местные игры и покушать настоящую местную аутентичную кухню. Мы разберем то, что сегодня важно на зимний период, это остров Лангкави и остров Пинанг. С острова Колумпор до Лангкави это чуть дальше, чем Пинанг. 45 минут на самолете можно по дороге на земле, но не рекомендательно для наших туристов. Это достаточно утомительно, но тем не менее возможно. И остров Пинанг. До острова Пинанга точно так же около 30-40 минут на самолете, либо же между Пинангом и островом Лангкави есть паром. Сейчас можно добраться на пароме. То есть я очень настоятельно рекомендую делать комбинированные туры, хотя бы 2-3 острова в одну поездку, не говоря о том, что мы предлагаем вам разлетность от программ Малайзия, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Малайзия, Сингапур, Таиланд, пожалуйста. Почему? Потому что с острова Лангкави вы в зимний период можете попасть на остров Кулипе либо же на остров Ланта. Это с Малайзией самый ближайший удобный как быт остров. Итак, остров Лангкави. Жемчужина государства, жемчужина страны. Да, вы, наверное, уже не раз слышали, кто-то продавал, рекомендовал. Конечно же, это самый популярный коммерчески раскрученный остров. Находится он в Фантаманском море, то есть это со стороны Индийского океана, где как раз-таки сезонность, ну, самый пиковый сезон, конечно, это зимний период. Да, и основные программы подвязаны как раз-таки к острову Лангкави. Вы прилетаете в Кулумпур, и, конечно, все разлютые чаще всего идут с Кулумпура, стыковочным рейсом, рекомендуется, ну, все в зависимости от времени прилета, да, какими авиалиниями вы прилетаете, но чаще всего международный перелет, это утренний, то есть мы делаем 2-3 часа, допустим, в 9 утра вы прилетели в Кулумпур, 2-3 часа стыковки, час 40 минут буквально перелет до Лангкави, грубо говоря, к времени заселения ваши туристы уже в отеле, к 11-12 часам они уже будут находиться уже у вас в точке объекта проживания, что очень удобно. Почему он такой популярный? Наверное, потому что он очень, очень необычный по сравнению с тайскими либо же с вьетнанскими островами. Я могу говорить сутками об этом острове, это магия природы, волшебства. Вы представьте о том, что природа, которая на острове Лангкави больше 400 миллионов лет. Что такое 400 миллионов лет? Это динозавры, которые 26 миллионов лет, а мы говорим о породе деревьев, и они действительно сохранены во многих частях. У вас следующая презентация, моя коллега, будет презентовать остров Датай, который как раз-таки вкраплён, вживлён в натуральные джунгли на севере острова, где порода деревьев больше 50 миллионов лет. То есть представьте бурную растительность, это как бы зелень, которая от бриллиантовой зелени до зелёной-зелёной зелени, то есть она очень разнообразная природа, это просто, конечно, очень сильно отличается от Таиланда и от Вьетнама именно для тех, кто любит вот такой вот эко-зелёный туризм. Почему я делаю такой акцент на зелень? Ну и думаю, что у нас очень жарко, некомфортно, это экватор, климат жаркий. Нет, благодаря тому, что это юго-восточные лёгкие Азии, от того, что такое количество деревьев, да, то есть соответственно выделение, фотоситнес, выделение кислорода, и поэтому дышать у нас легко. Да, первый, максимум я даю сутки на то, чтобы вы акклиматизировались и дальше вы не будете так, у вас одежда не будет прилипать к телу, да, вы не будете такой знойной жары чувствовать, это очень мягко, комфортно, где вечерком даже есть бриз, когда вам нужно одеть даже палантинчик, чтобы прогуляться по пляжу. Итак, разберём остров Ланкави. Вы видите, да, то есть что такое остров Ланкави? Вообще, на самом деле, это архипелаги. Очень многие, да, говорят, что это 99 островов. На самом деле, сейчас уже 104 острова. Ланкави – это атоллы, архипелаги, 104 острова, которые составляют один большой остров Ланкави. Ланкави, перевести с малайского языка, на самом деле, орёл с кирпичными крыльями. То есть символ острова Ланкави – это орёл, вот именно с кирпичными красивыми крыльями и статуи на площади Ланкави можно увидеть огромную статую орла. Есть даже отдельная экскурсия, когда вы можете покормить, понаблюдать орлов, да, это удивительная птица, которой тоже можно сделать целый отдельный вебинар об этой экскурсии. И давайте с вами как бы запомним о том, что это атоллы, 104 острова, составляющие один основной остров. Можно выделить основные пляжи, это же, конечно же, Пантай Ченанг, где самый популярный остров, где центр острова, где люди могут гулять и купаться. И, конечно же, север острова, где расположена цепочка отелей, уровень Лакшери Телакс, это Антаман, Татай, Фор Сизон и отель Тонжун Ру, который находится в северной части острова. Вот. Мы передвигаемся с вами к отельной базе, я выделю, наверное, самые-таки важные, да. Что нужно посмотреть на Лангкаре? Обязательно. Вот он, Сива, это орел, который построили японские архитекторы. Это очень красивая статуя. Это, конечно же, батик, где вы можете порисовать. Вот на мне одет батик, да, который вручную был разрисован, да, и сшит. Так как я представляю, конечно же, работника Малайзии, батик, это наша рентгенальная одежда, вы можете порисовать, вы можете сделать. Про Миндуз я вам отдельно расскажу, дорогие мои. Конечно же, это фуникулёрная дорога. Побывать в Малайзии и на Лангкаре не посетить фуникулёрную дорогу, это значит, вы не были в стране. То есть это самое длинное по Восточной Азии построение, то есть между двумя точками провеса получается практически, то есть около трёх километров. То есть это устроилось с помощью вертолётов, огромное сооружение, но, вы знаете, иногда даже страшно, когда не дует ветер, вот-вот кабинка, да, кажется, что вот-вот-вот она будет раскачаться. Но вид просто потрясающий. Вы отсюда въездили в серке Пелаги, плюс, конечно же, уже острова Таиланда, потому что мы граничим с Таиландом и даже громик у вас часто нам в острове Лангкаре будет роминговаться с тайским. Вот, это, конечно же, нужно обязательно посетить на Лангкаре. Крокодиловая ферма, вот этот вот храм, он закрытый, храм Буты, который точно так же в скале и является, конечно, таким знаковым. Вот он, посмотрите, это моя рука. Я, конечно же, это видео, но у нас ограничено время. Это олененок, кончил, это точно так же символ Малайзии. Кончил в переводе, ну, как бы, мужчина-олень, это символ страны. Вы знаете, этот олененок 20 см, 30 см полки. Посмотрите на его ножки. Какой он маленький, в сравнении с моей рукой, на самом деле, он вот такой вот маленький. Есть отдельный парк, Wild Life Park, дикая природа, где вы можете его и покормить, и потрогать, и на плечо к себе посадить, взять его. То есть это вообще удивительное животное. Экскурсионная база от мангрового тура, обзорные экскурсии по островам, дерево, озеро беременной женщины, это уникальность, то есть туда едут просить детей, за детей, то есть это уникальное озеро. Вот вы видите, да, я вожу курсором, у вас указочка. Представьте, вот это океан, солёная вода, а внутри у вас пресное, холодное озеро. Когда вы поднимаетесь на экскурсии и туда просто ныряете с понтона, то есть это невероятное ощущение, чудо природы. А почему озеро беременной женщины? Вы видите, по преданию принцесса Максури, которая была казнена, на самом деле, и прокляла остров на 7 поколений. Кстати, проклятие уже снято, уже прошёл, этот период, вот видите, она всё-таки лежит. Вот это её голова, грудь, животик, и вот она и есть. Это нужно увидеть, это нужно запечатлеть, и это нужно посетить обязательно, как одно из чудес, вообще свет, я бы даже сказала. Вот. Самое главное, остров Ланкави, это остров беспошлино-танковый зон, остров Бьютифри. То есть так как мусульманская страна, конечно же, у нас завышенные, вздутые, пузырные сцены на алкоголь, сигареты, шоколад и так далее. Так вот, не во всех частях Малайзии, ну так уж и комфортно, ну как бы даже сходить на ужин и выпить хорошего шампанска. А вот на Ланкави вы можете разгуляться с полной душой, потому что это остров Бьютифри, где можно купить отличные часы, отличную косметику, отличные брендовые очки. Пожалуйста, очень, от Дон Периньон до, ну как бы скажем, с кубинских сигар. Это остров Бьютифри. Давайте начнем с отелей. Самый продаваемый отель это Меритус Пиланки, который находится в самом центре острова. Что я выделю об этом отеле? Огромная линия пляжа, прекрасная линия пляжа в центре острова. Размещение вот в таких вот деревянных домиках. Это самый продаваемый пятизвездочный отель, местный бренд, не уровень делюкс, поэтому он и стоит достаточно недорого. находится в центре острова. Очень большое количество вот этих вот бунгало, это двухэтажные, есть размещение прямо на пляже, то есть это пич террес, который имеет выход буквально вот-вот-вот на пляж. Это самый, ну так скажем, знаковый пятизвездочный отель в центре острова. Дальше я хочу вам выделить остров... Так, дальше, дальше, дальше. Дальше мы пройдем с вами Виванта Байтадж отель, который на отдельном островке. Да, ну отельную базу вы сможете посмотреть, скрузить мою презентацию. Это Вестин пятизвездочный отель, уровни Мариотт Сан Рейджис, уровень Лекс, уровень Акдаман, прекрасный пятизвездочный отель Доктай. У вас будет коллега дальше проводить презентацию 4 Сизон, который точно так же на севере острова. Их не так много. Ридс Карлтон, новейший отель, уровень Адель Делюкс, сегмент Дана отель, пятизвездочный Бирджая, 4 с плюсом звезды, бунгального размещения. То есть, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с презентацией. Чамар Резорт, новый отель, Дэш, новый отель. Переходим к острову Пинанг. Остров Пинанг это исторический остров. Он находится рядом с островом Лангкави. Этот остров нужно выделить именно для тех, кто желает посмотреть экскурсионную зону, посетить прекрасную уличную еду, покушать. Есть отели, где можно купаться. То есть, я буду немножечко двигаться дальше. Почему? Потому что время у нас очень ограничено. И я думаю, что нужно посмотреть, выделить два отеля, которые я рекомендую. Это отель Шангрила, острова Пинанг, Истерн Анриэнтл, самый старый отель, Дабл Три отель. Шангрила – это купабельный отель, пятизвездочный, уровня Делюкс сегмент. Можно купаться, и достаточно, если повезет, не будет никаких медуз, и можно, в принципе, провести прекрасное время. Мы передвигаемся дальше. Новый курорт – это Десару. Я хочу вам рассказать буквально 10 минут о нем. То есть, Десару-Кост – это новый район, в районе штата Джоуфор-Бару, это юг острова, юг Малайзии. То есть, мы прекрасно рекомендуем Сингапуром новый курорт 2,5-3 часа езды от Куалункура на машине, либо же мы можем на пароме переплыть Сингапура, это 40 минут, и мы комбинируем прекрасно с Сингапуром этот курорт. Пожалуйста, посмотрите отели. Какие новые отели уже открылись в этом курорте. Это прекрасная песчаная зона. Это отель Вестин, имеет свой пляж, вот он буквально, да, то есть, Хадрок отель. Новый открывающийся отель – это Анантара, и единственный по нашему региону – это Ваненорли. То есть, это 4 отеля пляжных, на самом деле, которые стоят. Сейчас уже открытые и доступные в нашей продаже – это отель Хадрок и отель Вестин. Вскоре будет загружен, потому что только открывается, отель Анантара. One and only ожидаем к следующему сезону, к следующему году. То есть, это, конечно же, Леголенд, то есть, это буквально около часа езды от района Десару, который прекрасно комбинируется с Сингапуром. Малайзийская Борнео. Ну, это, конечно, отдельная тема вебинара, семинара. Это от Куалумпура буквально 2 часа 40 на самолете, два штата – Сапах и Саравак. Остров Борнео. Здесь же мы выделим более купальную часть. Это, наверное, я остановлюсь на штате Сапах. Здесь, это, конечно, и дайвинг, и природная зона, самая высокая точка Каракета, в Котаке-Набалу. Отели выделим Шангрила Танжунру. Да, отель достаточно городской, но имеет свой пляж. Вот он есть. Это сделанный пляж людьми, но, тем не менее, купаться здесь можно. Самые продаваемые отели этой части – это Шангрила Росария. Это топовый отель. Он предлагает, ну, несмотря на то, что он имеет огромнейший пляж, да, то есть, конечно же, ценовая политика от 250 долларов. Что за такого уровня отель, ну, достаточно как бы приемлемый. Конечно же, Nexus Resort Карамбунай. Nexus Resort Карамбунай, ну, слово на этого отеля сам Сейс Хэмон. Кто-то сказал, это рай, да, на земле. И имеет самый длинный пляж в мире. О, 6 километров. Посмотрите, линия пляжа. 6 километров огромного пляжа, песчаного, белого. Да, то есть, это пятизвёточный отель, местный бренд, местный менеджмент. Цена идет от 120 долларов, ну, как бы абсолютно, как бы приемлемая стоимость. Отель Pacific Sutera, городской отель, ну, имеет пляж. Вот. И, конечно же, это основные отели Малайзии. Ну, в общем-то, конечно же, она очень приемлема для СНГ Чем, потому что здесь любят всё такое самое высокое, самое длинное, самое красивое. Ну, а самое главное, четыре объекта мирового наследия у нас присутствуют в стране, а это очень уже что-то. То есть, парк Патакинобалу, взятый Патакинобалу, эгиду ЮНЕСКО, пещеры Мулла, штат Саровак, я думаю, что кто-то слышал, долина Лилонг и киопарк острова Лангави, который точно так же взят под эгиду ЮНЕСКО. Конечно, нужно выделить сезон свадеб о том, что вы, пожалуйста, пакетируете, создавайте. Не только на Болине можно сделать прекрасную церемонию, но и в Малайзии, потому что здесь можно сделать и в этническом, и в индийском стиле, хотите и старый, хотите и католический стиль, и мусульманский стиль, и китайский стиль, то есть вариантов разыграться очень большое количество. Конечно же, это еда, то, что я вам сказала, что приемлемо для туристов, кто любит острую кухню, либо же со специями, это индийская кухня, либо же это европезированная кухня, пожалуйста, выбор от мексиканской до европейской кухни, почему? Потому что наследие колониальности оставило свой след, поэтому каждый турист найдет свое, что нужно. Лакшери-сегмент, мы с вами о нем проходили, то есть о том, что очень многие отели, которые являются действительно брендовыми, но дают абсолютно приемлемую стоимость по сравнению с другими регионами Малайзии. То есть лакшери-туризм это одна из больших зон, которые, да, лакшери-турист, он есть, он никуда не делся, и он прилетает в те дестинации, которые могут предложить именно этот контент. Ну, я вам хочу сказать, то есть это добро пожаловать в Малайзию, и вы видите этнических деток наших, да, то есть так же, как и все нации живут в мире и в покое, точно так же мы встретим всегда ваших гостей с улыбкой, с радушностью, ну, а вам я буду прекрасной опорой, и я думаю, что я с радостью проведу отдельный вебинар для вашей компании, семинар, онлайн-семинар для ваших коллег, да, то есть, когда, конечно, мы можем развёрнуто пройтись и по сегментам, и по стране, и по отельной базе, и лакшери-сегменты, более дешёвый, доступный отдых, вот, хочу сказать, у нас нет медуз, ребят, таких, которые опасны для жизни, то есть, мальчик в розовом это представитель малайской нации, девочка, и она индианка, вот это вот мальчик, он представитель китайской нации, вот это вот, вот посмотрите, вот эта вот девочка, она баба нёня, а знаете, баба нёня, это этническая группа, которая живёт в Малаке, представляет симбиоз китайцев и португальцев, вот это вот штат Сарабак, а это штат Сабак, то есть, очень много вот вот всего намешано, очень, кстати, похоже на Казахстан, где живёт 112 наций в мире, и в покое точно так же и у нас. Так вот, о медузах. Медузы, можете не бояться, да, есть. Медузы есть там, где есть Грянное море, вот я вам скажу так. Но так как очень хороший экономический уровень страны, у нас очень хорошо развит муниципальный муниципалитет штатов, в частности, на островах, где убирают пляжи, очищают. Конечно, более жаркий сезон, когда очень много плантона, они есть, но опасных для жизни нет, конечно, медуз. Вот, поэтому, если есть какие-то, ну, как бы, вот такие вот вопросы, я буду рада ответить. Да, конечно, мы работаем с туркомпанией в Узбекистане, мы присутствуем на выставках в Узбекистане. Представительств у нас в СНГ нет. Наша компания, она малайзийская, но у нас есть партнёры, которые очень-очень давно на протяжении 15 лет с нами работают по странам СНГ. Очень важно, хочу отметить то, что, конечно же, не только нет у нас медуз, но у нас ещё нет комаров, ребят. То есть очень часто спрашивают, да, то есть вот во Вьетнаме вспышка комаров, да, тенги. Конечно же, это не опасно, не нужно делать никакие привывки. У меня дом и очень большая терраса с видом на Колумбор, где по вечерам мы припьём кофе, то есть сидим на балконе и не боимся комаров. Поэтому, пожалуйста, там, где нет стоячей воды и там, где есть как бы хорошее очищение города и дренажных систем комаров нет, не бойтесь отправлять, не бойтесь говорить это вашим гостям и мамочкам, которые как бы сейчас в силу нашего онлайн-продвижения могут прочитать всё, что хочешь. Вот, это очень важно. И ещё у нас нет акул. То есть это три вопроса, которые очень часто. Комары, акулы и медузи. Акулы рифовые, можно не бояться их отправлять спокойно. Я очень рада, что меня вы все слушаете. И, конечно же, я не смогла вам виртуально передать всю свою любовь к этой прекрасной стране, к этому тёплому климату. И, конечно же, я думаю, что всё равно позитив вам передаётся, всё равно желание это, думаю, вам дошло. То есть я буду рада всех видеть, присутствовать. А сейчас, внимание, вопрос. Как мы будем разыгрывать нашу путёвочку? Я сейчас задам вопрос. Тот, кто первый ответит на этот вопрос, мы затем разместим победителя на баннере нашей странички. Пожалуйста, ответьте на вопрос. И дальше по скриншоту ответов мы выделим нашего победителя. Дальше как вы получите ваучер на бесплатное проживание? Я вам вышлю в электронном виде, электронный ваучер, который вы можете воспользоваться через нашу компанию, прилететь. И поверьте, мы вот дальше встретим и разместим. Это как бы мотивационный небольшой шаг для того, чтобы всё-таки к нам прилететь. Хорошо? Внимание, вопрос. Сколько же лет нашему премьер-министру, который занесён в книгу рекордов Гиннеса? Я рада, я рада. Очень приятно, что вы меня послушали. И как бы, да, я не стала задавать вопрос об отелях, да, потому что всё-таки мы, я считаю, что мы отельную базу даже не затронули, не раскрыли, да, потому что за час сделать невозможно, осветить это. Я просто попыталась со своей стороны поделиться впечатлением и рассказать о стране, чтобы вы продвигали, продавали, интересовались. Именно, да, понятно, продавать сложно, это не чартерное, не массовое направление, это очень индивидуальная сегментация. Но поверьте, работать с этим нужно, можно, и у вас будет возвратный турист, который будет вам благодарен. Я благодарю всех за ваше внимание, за ваш позитив, за вашу отзывчивость. И дальше всех присутствующих на моём вебинаре я буду видеть рада в партнёрстве. Пожалуйста, пишите, вы получите также скачать реквизиты. У меня будут ваши контакты, вы получите рассылку. Мы будем делиться тарифами, программами. И, в общем-то, будем работать. Мы будем скоро в России. И у нас будет ряд семинаров в Москве, в Питере, в Екатеринбурге в октябре. Я буду рада всех увидеть вживую, познакомиться, обнять и пригласить в нашу страну. Вот, всем большое спасибо. И ещё раз благодарю вас. Выложены будут результаты завтра. Обычно в течение дня, в течение суток у вас будет доступ в онлайн, чтобы послушать вебинар. И, да, наши прямые контакты на первом слайде. Пожалуйста, ребята, скачайте нашу презентацию на первом слайде. Мои прямые контакты. Это скайп, телеграм, вайбер, электронная почта. Пожалуйста, пишите, прям звоните. Я вот так же сделаю такую же живую онлайн-презентацию для ваших коллег. Сейчас можно делать всё, что возможно правильно. Кстати, об Украине. Мы планируем в октябре посетить Украину и сделать семинар в Украине. И вот как вы думаете, будет ли это для вас так сильно интересно и полезно? Потому что Украина, ну то есть на самом деле очень-очень-очень мало прилетает. К нам очень хотелось бы тоже развить этот сегмент. В Иркутске спасибо большое за приглашение. Мы были пять лет назад в вашей стороне, проводили семинары. И я думаю, что мы скоро к вам вернёмся. Очень приятно. Ещё раз всем спасибо большое. В течение суток у вас будет объявлен победитель. Всем информацию в эпидарь смотрите онлайн. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok